с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 30 декабря и сразу родившихся в 1865 году появляется на свет джозеф реддерд киплинг английский писатель художественные произведения его включают книгу джунгли ким а также множество рассказов в 1907 он становится первым англичанином который получил нобелевскую премию по литературе в этом же году он удостаивается наград от университетов парижа страсбурга афин и торонто удостоен также почетных степеней оксфордского кембриджского эдинбургского и даримского университетов 1904 год день рождения дмитрия кабалевского классика советской музыки крупного общественного деятеля той поры и выдающегося просветителя и педагога всей своей жизнью музыкой словом и делом он утверждал одну истину прекрасная пробуждает добрая сеял это добрая и растил его в душах людей он написал оперы семья тараса и кола брюньон многочисленные симфонические произведения и музыку кинофильмов а его вальс школьные годы на стихи долматовского для многих поколений символ детства 1905 год день рождения даниила хармса русского советского писателя по этой драматурга псевдоним хармс кстати исследователями трактуется как обаяние чары от французского charm как вред и несчастье от английского harm и как чародей кроме основного псевдонима даниил использовал еще около 30 псевдонимов самое раннее из сохранившихся стихотворений хармса в июле как-то лето наше идя бредя в жару дневную и два брата коля с яшей и встретили свинью большую смотри свинья какая в поле идет заметил коля яша она пожалуй будет коля на вид толстей чем наш папаша но коля молвил полная яша чему взболтнул ты эту фразу таких свиней как наш папаша я еще не видывал ни разу история дня 1672 если верить хроникам в этот день в английской столице первый публичный концерт организовал его никто джон банистер решив поправить материальное положение он снял помещение над трактиром где и начинает ежедневные выступления цена за вход один шиллинг музыканты сидели на небольшой эстраде почему-то за занавесом а слушатели расположились за столиками и могли заказать пиво печенье и табак 1890 год дебют 17-летнего федора шаляпина в то время он был главным статистом в театре ему поручили бессловесную роль кардинала который должен был торжественно проследовать через всю сцену сопровождение свиты перед первым в жизни выходом на сцену он так волновался что у него дрожали ноги и руки едва сделав шаг шаляпин в волнении наступает на край своей длинной красной мантии и рухнул прямо на пол сопровождавшая кардинала свита решила что так и нужно и тоже упала едва федор иванович оказался за кулисами его схватил взбешенный режиссер и спустил с лестницы дав будущему украшению русской сцены хорошего пинка может быть так и надо становиться великим 1921 год в чикаго под управлением автора сергея прокофьева впервые исполнена опера любовь к трем апельсинам на либретто написанная композитором под наименной пьесе сказки итальянского драматурга карло готци премьера проходит с большим успехом через пять лет ее поставили в ссср прокофьев посетив спектакль феврале 1927 во время своего первого гастрольного тура в советском союзе был в восторге признав постановку наиболее удачной из всех виденных им он был уже достаточно наслышан они от парижских друзей которые побывали в ленинграде увидеть спектакль на родной сцене на русском языке за границей его пели как тогда было принято на языке публики было едва ли не главной целью поездки композитора в ленинград 1922 1 всесоюзный съезд советов принимает декларацию и договор об образовании союза советских социалистических республик москва становится столицей ссср таким образом на съезде проходит ленинская формулировка о союзе советских республик они о включении республик состав россии сделано это было с дальним прицелом по мысли ильича и как учили маркс и энгельс революция должна была победить во всем мире ссср прожил столько сколько полагалось его среднестатистическому гражданину 69 лет 1927 год русский химик лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука вместе со своими учениками он закрылся в лаборатории военно-медицинской академии и наконец в этот день 27 году ему удалось закончить эксперимент сырьем для получения сначала была избрана нефть но потом ее заменили на спирт в качестве катализатора лебедев предложил металлический натрий 1927 в токио открывается 1 в азии метро частная компания презентовала первую линию подземки протяженностью всего два и две десятых километра которая соединила две столичные станции произошло это через 64 года после открытия в лондоне самой первой в мире линии метрополитена до начала второй мировой войны линия токийского метро объединяла уже 14 станций 1981 год у прославленной дрессировщицы хищников народной артистки ссср ирины бугримовой похитили коллекцию бриллиантов поздно вечером трое элегантно одетых молодых людей втащили в подъезд высотки огромную елку а дежурный пропустил приехавших пообещавших просто поставить подарок у дверей актрисы милиция не обнаружила никаких следов похитителей но не прошло и трех дней как в аэропорту шереметьево задержали человека в чьем пальто были зашиты три крупных бугримовских бриллианта гражданин оказался приятелем известного московского плейбоя артиста и как говорили тогда интимного друга галины брежневой дочери генерального секретаря и тонкой ценительницы бриллиантов но еще об одном событии 1916 год группой заговорщиков во главе с депутатом госдумы монархистом и черносотенцем владимиром пурешкевичем во дворце князя юсупова в петербурге убит фаворит царя николая второго его жены александры федоровны григорий распутин сначала его попытались отравить но яд подсыпанный в пищу не подействовал согласно одной из версий божий старец страдал алкогольным гастритом и его желудок не мог вырабатывать соляную кислоту без которой смертоносный цианид не действует на организм человека тогда распутина решили застрелить князь юсупов подчевавший гости вином и пирожными под каким-то надуманным предлогом удалился из столовой во внутренний покой дворца откуда вернулся с пистолетом в руках старец сраженный в грудь по крайней мере двумя пулями рухнул на пол и затих решив что дело сделано распутин не подавал никаких признаков жизни заговорщики перешли в соседнюю комнату ну чтобы обсудить дальнейшие действия каково же было их изумление когда вернувшись в столовую они не обнаружили убитого на прежнем месте распутин начал убегать но его все-таки добили во время погони а тело убитого в ту же ночь сбросили с моста в прорубь на малой невки когда следственные работники извлекли труп на поверхность экспертиза показала что под водой распутин был жив еще несколько минут с вами был николай пивненко в проекте дата